Всем привет, вы на канале Компьютерапия, и в этом видео мы поговорим о том, как создавать презентации с помощью мобильного телефона с операционной системой Android. Для этого из PlayMarket'а установите приложение Google Презентации. В данном приложении можно либо использовать готовые шаблоны, которые заботливо предложили разработчики данного приложения, так и создавать вручную свои презентации. Как видите, шаблоны здесь есть практически на любой случай, который вам подойдет, и в принципе шаблон можно использовать повторно. Заменяя текст изображения, контент его на необходимый вам. Ну что ж, давайте займемся теперь созданием презентации. Для этого выйдем из шаблонов, нам нужно будет нажать на круглую кнопку с плюсом, и нажать создать презентацию. Как правило, у нас появится здесь первый слайд, он состоит из двух элементов, это заголовок и подзаголовок. Заголовок обычно является названием презентации, либо главная мысль, тема, которую мы хотим донести до зрителей. Подзаголовок обычно, либо конкретика какая-то, либо какой-то текст, который более раскрывает тему. Хотя можно его удалить, оставив просто текст названия презентации, как обычно бывает с названиями фильмов, например. Нажав справа на плюсик, мы добавим следующий слайд. Как правило, это идет название раздела, это похоже на название главы в книге. Здесь у нас обычно одна строчка, а здесь мы пишем, например, часть первая, либо какое-то название, либо это введение, либо текст первого слайда. Но это тут на ваше усмотрение. Нажав на плюс, добавим следующий слайд. Мы добавим заголовок и текст. Вот такой слайд. Небольшой заголовок, какая-то мысль, или повторим текст из предыдущего слайда. В основной блок, в этот широкий, мы можем добавить текст, либо в виде списка, либо через запятую параграфы, какое-то определение, которое поможет вам при проведении данной презентации более глубоко раскрыть мысль с помощью данного слайда. И последовательность эту, второй и третий слайд, можно чередовать до необходимой длины. Соответственно, все это так и состоит и в готовых шаблонах. Для того, чтобы просмотреть презентацию, нужно нажать на треугольник, и у вас запустится предпросмотр. Если нажать на кнопку плюсик в верхнем меню, можно добавить текст, изображение, фигуры, линии, таблицы для ваших слайдов, улучшив внешний вид вашей презентации. В любой момент времени мы можем изменить тему для наших слайдов, которые мы создавали вручную. Как вы помните, вначале я вам показывал шаблоны. Допустим, шаблон может состоять из 10 слайдов. Вам нужно больше, либо надо меньше. Вы можете выбрать на ваше усмотрение, что вам больше нравится. Любой шаблон и к соответствующим шаблонам по типу из вашей презентации будут применяться стили к слайдам. Допустим, для титульного слайда, для слайда с подзаголовком и слайда с текстом применены различные стили. В любой момент времени всегда вы можете сменить тему для вашей презентации, но вы не сможете применить для одного слайда одну тему, для другого слайда другую. То есть у вас все будет выглядеть одинаково для всей вашей презентации. Хотя вы можете настроить вручную все это отдельно. При просмотре лучше использовать альбомную ориентацию экрана вашего устройства, потому как не в полной мере вам будет все видно и не очень удобно будет просматривать. В общем, тут понятно примерно, как они выглядят. Важным пунктом в любой презентации, это естественно, является сохранение. И здесь мы можем перейти в меню «Доступ и экспорт» и выбрать пункт «Сохранить как». Мы можем сохранить наш файл, нашу презентацию, либо в формате PowerPoint, либо в PDF, как картинку, либо в формате OpenOffice. Если подобное у вас будет на компьютере, в принципе, вы будете готовы к любой неожиданности. Тут, как видите, всплывает подсказка, что можно включить по умолчанию, в каком виде будет сохраняться наша презентация. Делать это или не делать, смотрите сами. В принципе, все достаточно просто и понятно. Если мы выйдем на первый уровень, то мы обратим внимание, что слева находится презентация в формате, который сохраняется в Google. И здесь же сохраняется презентация в PowerPoint. Данный файл можно скинуть на флешку или передать по сети, продолжить работать с ним на ПК или другом устройстве. В любой момент времени можно изменить слайд, как в презентации Google, так и уже в сохраненном PPTX формате. Можете изменить текст, сделать различную заливку, расположение текста. Все практически как в документах Microsoft Office Word. Можете сделать какой-то цвет. Моя вам рекомендация, конечно, делайте спокойные, не кричащие цвета. Это будет более располагать к вам вашего зрителя или того, кто будет смотреть вашу презентацию. На слайд вы можете добавить точно так же, как и в Microsoft Word фигуры, какие-то элементы. Это похоже на элементы WordArt или SmartArt, где можно из примитивов, из таких простейших элементов, сделать какие-то фигуры. Вставки дополнительные. Можете соединить эти элементы линиями. Для элемента линия вы можете задать начало линии. Будет ли эта стрелка с темным наконечником, либо со светлым. И можете это использовать как блок схему, если вам это нужно. При увеличении вот так выглядит наша стрелка. Естественно, какой же слайд обходится без изображения. Вы можете сделать снимок, либо выбрать сохраненный файл из галереи, где у вас находится фото. Я для примера сейчас вставлю картинку. Это обложка с какой-то книги. И можно будет эту картинку масштабировать с сохранением пропорции. Как видите, тут строятся красные маркеры, которые показывают положение или относительное положение к другим элементам на вашем слайде. Ну и соответственно, какие-то элементы вы можете удалить через вырезать, если вам это нужно. При просмотре, естественно, картинка останется, и картинка добавляется в саму презентацию. Так, давайте теперь выберем какую-нибудь презентацию с шаблона. И если по количеству слайдов она вам будет подходить, вы можете на свое усмотрение изменить ее текст, изменить, модифицировать ее. Как видите, сейчас создается новая презентация из выбранного шаблона. Она имеет вот такое цветовое оформление. Текст выглядит таким образом. Здесь есть диаграмма, картинки. Это шаблон, заготовка. И вы можете подставить свой текст, свои картинки на эти места, заменить все, что угодно и использовать. А лучше, конечно, полагаться на свой собственный вкус и создавать презентации. А лучше, конечно, с нуля. Хотя, если у вас нет времени, либо вы не умеете это делать, то, конечно, лучше воспользоваться шаблоном. Но, надеюсь, после просмотра этого видео у вас все получится. Вы можете выбрать какой-то слайд, выбрать изменить слайд. И, соответственно, внести какие-то изменения, правки в макет. Вплоть до того, что вы можете изменить слайд даже с диаграммами. Вся графическая часть – это не картинка. Она тоже построена на фигурах, на примитивах. И можете менять цвет текста, размер и все, что угодно, на ваше усмотрение, если вам это потребуется. Ну и, конечно, после того, как вы внесете все правки, все изменения текста, можете сохранить данную презентацию. Дальше уже использовать ее, либо передать по сети, отправить по электронной почте. Можно, в принципе, внести свой текст, изменить или добавить свои мысли по вашему заданию, по вашему усмотрению. Тут из двух частей состоит слайд такой же, тоже присутствовал в шаблоне. И, в принципе, все можете изменить, все исправить. Оно сохранится при каждом выходе. Вот, как видите, у нас создалась новая презентация. Она выглядит вот так, по сравнению с нашими предыдущими презентациями. Давайте еще раз закрепим последовательность. Создается слайд. Добавляем второй раздел. Меняем текст. Можно выбрать вот такой план. Вы видели на презентации. Часть, допустим, текста у нас будет здесь. Можете выбрать заливку какую-то или брать из темы. Изменить цвет. Это различные слайды. Можно выбрать пустой слайд и на него уже накинуть текст. Растянуть маркеры, затем потянуть за маркеры до нужного размера. Можно добавлять свои данные, без заголовков, в какой-нибудь текст, просто для примера. Все можно двигать по отношению к слайду. Выравнивание можно сделать, создать списки, жирный текст, сделать с наклоном, подчеркнутый, заливку опять же можно применить. То есть все, как вы работаете с Microsoft Word. Ну и вот как в итоге, можно потом все это сохранить, отправить. Вот так в общем создаются презентации в приложении Google Презентации на мобильном устройстве. В следующем видео мы поговорим о том, как сделать это с помощью браузера, не прибегая к мобильному приложению. Если вам понравился этот ролик, ставьте пальцы вверх и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить выход новых видео.